фантазиям кремлевских идеологов нет предела то в прошлом году стаю волков отправили брать берлин то в этом построили фанерный рейхстаг под москвой и решили поиграть войну с фанерными фашистами можем повторить кричат россияне что повторить то четыре года страшной войны и миллионы погибших подумаешь на пенсию не то что в монако даже до крыма не хватит доехать но крым то наш это самое главное остальное ерунда и вот еще победа наши деды вернее уже прадеды победили наша победа никому ее не отдадим в этом году в берлине 7 мая пройдут два концерта 1 по 20 евро за билет 2 и вовсе бесплатно посвященные дню победы 1 в зале la festa программе примут участие 15 артистов прозвучают лучшие песни о родине дружбе любви и семье 8 9 мая все артисты фестиваля будут присутствовать у рейхстага 2 хор турецкого будет выступать на центральной площади жандармен марк песни победы берлине это культурный символ победы чтобы помнили чтили тех кто отстоял мир это цитата первого канала связи с этим возникает вопрос кто платит за все это шоу оказывается акция поддержана министерством культуры рф министерством иностранных дел рф государственной думой рф российским военно-историческим обществом департаментом культуры города москвы посольством рф прг лично товарищем грининым благотворительным фондом савиде российским еврейским конгрессом официальный перевозчик всего этого пао аэрофлот день победы в день когда вы фашисты были раздавлены мы будем плясать и петь наши песни радоваться и гордиться собой и плевать нам на вас побежденных мы-то победители таков посыл уверен зрителей в берлине будет предостаточно будут те кто выставил плакат около бундестага в прошлом году путин приди те кто выходили с криками не дадим насиловать наших женщин кто истерил по поводу бедной лизы в кавычках выступал против политики режима беженцев их много этих людей они все любят путина и гордятся победой прадедов но при этом давно сбежали с этой горячо любимой родины и живут в германии пользуются всеми благами побежденной страны бесплатной медициной хорошим качественным образованием социальной помощью в безработицы достойной и не нищенской старостью они живут в побежденной стране пользуются ее благами но гордятся родиной победительницей в которой жить не желают ни при каких обстоятельствах вот такая картина и вот вся эта масса людей с кашей в голове придет орать катюшу и смуглянку к тректово парку и рейхстагу эти песни стоят в программе концертов их будут исполнять хором лучше бы все эти хористы потребовали у путина чтить ветеранов не на словах а на деле в германии все помнят и чтут правда не концертами а реальной помощью недавно умер мой старый знакомый лев столярский который участвовал своем первом бою 3 июля 41 года в тот день ему исполнилось 18 лет он эмигрировал потом в германию в 90-х и поражался почему эта страна платит ему добавочную пенсию как ветерану второй мировой войны дополнительно уже имеющиеся достаточной пенсии помимо которого ему оплачивали квартиру медицинское обслуживание почти каждый день на дом приходила медсестра и раз в неделю врач ежедневно помогали по хозяйству работники социальной службы не привык наш ветеран к такому вниманию и отношению вспоминал как в россии мог без очереди только водку купить к слову сказать эту дополнительную немецкую ветеранскую пенсию отправлял в россию страну победитель в детский дом концерты в берлине проводятся под девизом чтобы немцы не забыли и чтили представьте себе какая наглость стыдно очень стыдно потому что уж в германии это точно помнят но для российского потребителя нужна другая информация пропагандистская война которая развернута в европе против россии никак не повлияет на нас им не отнять нашу победу сказал хирург который в прошлом году со стаей ночных волков приехал в берлин отмечать день победы кто в европе отнимает их победу речь о том что россия приватизировала ее и нет для россиян вклада в победу не только каких-то там американцев и англичан даже украинцев уже почти записали во врагов мировая война вы о чем это наша война это только русская война отечественная и победа только наша наша с большой буквы все остальные хотят у россии ее отнять российская пропаганда постоянно говорит о том что в европе и конкретно в германии больше не говорят о второй мировой войне и о вкладе советских солдат в освобождение европы от фашизма это возмутительная ложь германии в школах постоянно говорят о войне возят детей в бывшие концентрационные лагеря правда рассказывают тут правду а не то что придумали в советских учебниках по которым до сих пор учат школьников в россии но кремлевским пропагандистам правда не нравится и поэтому они заявляют не дадим переписать историю вернее не хотят они переписывать выдуманная когда-то давно в идеологическом отделе цк кпсс и германия и все остальные страны помнят и вспоминают и поминают выходят к памятникам своих странах возлагают цветы 8 мая стоят молча плачут над общим горем и только россияне почему-то считают что это их война и их победа более того они хотят чтоб за эту монополию их уважали они считают что в этот день надо рвать рубашку на груди и плясать день скорби для одних превратился карнавал для других шьют солдатские гимнастерки уже для грудных детей на плакатах так и написано карнавальный костюм вы думаете это единственный случай откройте google вот что в рекламе написано карнавальный костюм солдат великой отечественной войны идеально подходит для праздников посвященных дню победы 23 февраля и прочих костюмированных мероприятий прекрасное настроение и масса положительных эмоций будут вам обеспечены вот так в этот день в европе день скорби и памяти а в россии этот день прекрасных положительных эмоций подумаешь миллионы убитых на той войне в костюме солдат войны у вас будет в россии отличное настроение нет никогда европейцам не понять русских